Девушки отдыхают И вот привез вашему телевидению Вот такой вот подарочек Это свечи зажженные У мощей Николая Чудотворца Запах вот понюхать Просто вообще бомба Просто замечательно, спасибо большое Каждому сотруднику Рождайте по одной свечке Спасибо большое В этом городе будет немножко больше света Да И вот это тоже вам Иконочка приложенная К мощам Николая Чудотворца Спасибо большое, очень приятно День рождения у вас, а подарки получаем мы В этом есть что-то вот такое Волшебное и прекрасное На самом деле подарки дарить Больше приятно дарить, чем принимать Когда ты даришь подарок, ты чувствуешь себя вот как-то Так что, дорогие друзья Дарите всем подарки, будьте счастливы Я думаю, что еще одним подарком Для телезрителей будет ваш прогноз Что они могут ожидать в следующем году Следующий год, скажу сразу Будет очень сложным и динамичным Тут планетка Марс будет себя вести Немножко, знаете, как это вот так, скажем Агрессивненько Особо рекомендую всем знаком Зодиака Быть очень внимательными и осторожными Примерно в позиции февраль-март Возможно, какие-то вспышки непонятные Возможно, что-то То есть, перед этим было про спорт Вот много-много-много внимания уделите спорту Чему-то такому, чтобы избыток энергии Куда-то выходил Потому что Быть немножко неспокойным А в целом, если рассмотреть Ну, обычно года Если взять, зачем-то наши страны Используют китайский гороскоп Вообще непонятные все У нас немножко другая картина мира Вот 12 лет Там год петуха Год там змеи Там другое все Он обуславливается движением Юпитера Юпитер делает оборот Рома за 12 лет Вот этот год, почти весь год до октября Юпитер будет идти по знаку весы Поэтому сразу могу сказать следующее Весы весь год Будьте спокойны Будьте уравновешены Что очень сложно для весов Колбафики будет не по-детски Но Это надо выдержать Скорпионам особо ничего не грозит Ну Так себе Разве что иногда будут мелкие конфликты Особенно скорпионам нужно быть осторожным Где-то в апреле Когда Марс придет в оппозицию В них начнет вспыхивать агрессия И все такое прочее Стрелец Стрельцам Очень рекомендую осторожность Во всем, что связано С вложением денег С банковскими операциями С какими-то вот Крупными То есть если вы планируете Купить квартиру, машину Что-то большое Максимум осторожность То есть лучше 10 раз Обдумать это решение Да Заплатить юристу Всем, кто Выверит Козероги Вот я козерог У козерогов год будет очень сложный Но Есть такая штука Как можно Говорят А можно ли изменить судьбу? Можно Вот я В этом году Себе наметил Ряд запланированных сложностей Сложных целей Очень сложных Для того, чтобы их выполнить Это нужно напрягаться Зачем мне ждать Пока мне судьба Пождет сложности Я их сам создал себе Знаете? То есть козероги Наметьте себе что-то Мощное, сильное, глобальное Например, если у вас Там Есть дом Наметьте построить Еще один этаж Если у вас нет дома Наметьте себе построить дом Ну что-то вообще Возьмите себе сложную нагрузку Что-то глобальное Да Не ждите пока судьба ее пошла А то она ведь такая Юпитер такой, что пошлет Поверь мне Сложности все равно будут Лучше устроить их самим себе У меня Сейчас сложность Мне нужно, во-первых Найти денег Потому что мне нужно Сейчас фундамент дома Выкладывать Потом нужно будет строить дом Но меня Фатимочка Заставила купить землю Рядом с ним Знаете? Вот И Я такой понимаю Да Юпитер Квадрат Будет сложно Хорошо Пусть будет это сложности Понимаете? Приятная сложность Это сложность Которую Запланированная Сложность То есть Вы к ней готовы И бороться с ней Будет намного легче А что остальных Знаков ждет? Водолей Совершенно Фартовый год То есть Пока Юпитер идет По весам Водолеи могут Но Это аспект 120 градусов Он говорит Что Год будет Фартовый Но Проблема в том Что Водолеи Сядут на диванчик Как все хорошо Ничего не будут делать Нет Этот год Надо как раз Использовать Воспользоваться Удачей Которую Представляет Судьба Рыбы Вот В конце Следующего года 17 Сатурн Наконец-то Выходит Из Знака Стрелец И рыбы Могут сделать Большой Большой Выдох Мало того К концу Следующего года Еще Юпитер Переходит В выгодную Им позицию И Мне просто Очень много Рыб пишут В фейсбук В контакт Боже мой Когда у нас Это закончится Все Это у вас Заканчивается И мало того Не просто Заканчивается Начинается Фартовый Период Рыб К концу Следующего года Можно использовать Будет Как талисманы С тобой Водить Так что Ловим удачу Ищем рыбок И говорим Будешь Моим Талисманчиком Овны У овнов Будет Все Замечательно Если Они Будут Более Сдержаны Позиция Юпитера Будет Провоцировать Их на Всякие Конфликты На Всякие Тут Такие Моментики Но Тем не менее Где у нас Овен А вот Овен Как раз Тем не менее Будьте Сдержаны Год Перехода Когда Юпитер В оппозиции Возникают Проблемы Но это Те Проблемы Которые Сбрасывают С нас Что-то Ненужное Вот Какие-то Расставания Вот Какие-то Поломки Будут Какие-то Но Это Необходимые Поломки Далее Телец Телецам Вообще Сложно Что-то Рассказывать Вот Опять-таки У них Будет Такой Динамичный Динамичный Год Очень Фартово И Очень Хорошо У них Будет Когда Сатурн Таки Выйдет Знак Стелец Если Говорит В целом О стране Украина У нас Телец По гороскопу То Я бы Порекомендовал Жителям Страны Умеренность Спокойствия Немножко Будет Сложно С октября Месяца Ну Как бы Повысится Напряжение Но Это Напряжение Будет Очень Полезно Очень Нужно И Потом Все Пойдет Красиво Вверх Это Если Говорит О стране В целом Близнецы Ну Близнецам Я вообще Не знаю Что Рассказывать Потому Что Уже Пока Сатурн В оппозиции У них Чтобы Им Можно Говорить Хорошее Сколько Угодно Но Подождите Вот Так Рассказывать Близнецам Причем Совсем Недолго Скоро Сатурн Уйдет Из этого Знака И Все У вас Будет Прекрасно А пока Главное Уметь Ждать Близнецы Они же Самый Нетерпеливый Знак Конечно Умеют Ждать Далее Что касается Рака Вот На текущий Момент Это примерно Месяц Пока Солнце И Меркурий Ходят В оппозицию К знаку Рак Текущий Месяц Очень Сложный Очень Пересыщенный Всякой Информацией Как Хороший Так И Не Очень Хороший Потом Он Отсюда Уходит И Делайте Что Хотите Мало Того Марс Сейчас Находится В очень Хорошей Позиции Для Знака Рак А Меркурий Плохой Меркурий Это Наш Мозг А Марс Это Наше Действие То есть Меньше Думайте Больше Действуйте Это Для Рака В целом Голова Работать Не Будет Но Действие Будет Делать Правильно Что Касается Знака Лев Что Львов Ожидает Ну В целом Симпатичненько Но Опять Так Где-то До Числа 10 Января Я бы Рекомендовал Быть Аккуратным С деньгами Не Забывай Карточки В банкомате Как Ну Какие-то Проблемки Будут Мелкие С деньгами Потом Это Все Уйдет В целом Позиция Дождаться Симпатичному Льву И год Должен Пройти Я бы Рекомендовал Львам Вот этот Год Примерно До Ноября Максимально Использовать Потому Что Ну Мощный Подъем По мелочам Проблемы Будут Но Основная Тенденция Будет И Хорошо И Наконец Девы Я думаю Они уже Заждались Девы Ну Дев Тоже Все Немножко Сложненько До Января Следующего Года Я бы Рекомендовал Девам Умеренность Рекомендовал Пойти В какой-то Спортзал Помегать Попрыгать То есть Что-то Куда Можно Потратить Энергию Потому Что Будет Иногда Переизбыток Энергии Сила Позиции Марса И Она Иногда Может Выражаться Не очень Корректно В каких-то Конкретных Ситуациях Еще Чем-то То есть Займитесь Чем-то Но потом Когда Сатурн Войдет В Козерог А это Будет Именно В этом Году В 17 Году Совершенно Замечательно Все Будет Девы Я думаю Все Девы Сейчас Обрадовались У них Был Очень Сложный Прошлый Год Такой Напряженный И Сатурн Подает Им Бонус За То Что Вот Примерно Такая Картинка Будет В следующем Году Спасибо Вам Большое К сожалению Наше Эфирное Время Подходит К концу Но Я знаю Что Каждую Пятницу Наши Телезрители Просто С нетерпением Ждут Ваши Прогнозы И Они В следующем Году Будут Такими Правдивыми И Позитивными Которые Настраивают На то Что 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 Сегодня В студии Нового Дня Был Астролог Вениамин Никора Мы Благодарим Его За То Что Он Каждый Раз Сообщает Нам Такие Интересные Прогнозы